И мы в эфире. Не вымучил. Всем привет. Мы в эфире. Всем привет. У нас вторая. У нас вторая неделя идет под лодки Крю третьего сезона. Утром вам уже рассказали, что нужно слушать пользователей о том, чтобы узнать, чего они хотят. А сейчас мы расскажем вам о том, как суперкруто задизайнить ваше приложение, даже если вы не дизайнер. И рассказывать об этом нам будут целых два эксперта. Это Александр Катин и Денис Аздемир. Да-да-да. Это было сложнее, но кажется, я справился. Сразу же напомню вам о том, что вы можете задавать ваши вопросы в секцию QA. Мы будем на них отвечать по возможности. Вы можете писать в чат. Туда можно писать все, что хочется. Даже запускать гусей. Только не забудьте переключить вот там внизу с панелист на all-panelists and attendees. Это тоже дается сложно выговаривать каждый раз вот это все. Но тем не менее это нужно сделать. Если вы этого не сделаете, то видеть ваше сообщение будем только мы, эксперты и ведущие. А хочется, наверное, чтобы видели все. И я немножко еще накину про формат сегодняшнего нашей сессии, потому что он тоже несколько необычный. В начале у нас будет стандартная история, то есть наши эксперты поделятся информацией. Потом, после того, как они расскажут вам теорию, они покажут немножко на практике, соответственно, как применять их советы. И в этот момент вы можете присоединиться по желанию, конечно, потому что там все-таки будут показывать эксперты. Вы можете присоединиться в общее пространство в фигме и тоже попробовать что-нибудь сделать своими руками, если есть такое желание. Если вдруг вы очень хорошо усваиваете информацию, при том, что можете что-то делать. Но это не обязательно. А вот в конце, после сессии, после полутора часов на пост-толке наши эксперты останутся и предложат вам выполнить несколько заданий. Ну, фактически заданий будет три, разные по уровню сложности. Вы можете выбрать любое из них, какое вам понравится или какое вы посчитаете вам по силам. После этого вы выполните, и эксперты сразу же, не отходя далеко, дадут вам обратную связь. Насчет всем или не всем я не знаю, как пойдет, сколько у нас будет желающих, но какому-то количеству участников точно. И потом, если я не ошибаюсь, они даже обещали еще перейти в свой канал и там продолжать давать обратную связь, только уже не в реальном времени всем оставшимся. Вот. Ну, на этом у меня все. Я передаю слово нашим экспертам. Всем привет. Мы всех вас очень рады видеть. Давайте я поширю свой экран. Мы обсуждали UX. Так, так. UX зума. Давай. Да. Должно работать. Вы должны видеть. Да. Мой экран. Да. Супер. Смотрите, нас уже представили. Задерживаться здесь мы не будем. Сегодня мы говорим с вами о том, что такое дизайнеры, как они работают. И будем делиться с вами некоторыми лайфхаками, ну и просто практиками из жизни дизайнеров. Когда мы готовились, мы нашли такую замечательную картинку для иллюстрации. Она идеально описывает то, что такое дизайнер. То, кто такой дизайнер и что он должен уметь делать. Вот он, по мнению большинства, должен уметь рисовать, должен работать с кучей программ корпорации Adobe и даже еще пятью другими программами какими-то. И он должен общаться с людьми. Общение с людьми выглядит обычно вот как-то так. От обсуждения с коллегами идей макетов со разработчиками до поиска идеи смысла где-то в подвале с крысами. Мы не будем вам рассказывать, как стать дизайнером. Конечно же, у вас вся история совершенно по-другому. Про какое-то свое дело, про какой-то проект. Мы попытаемся приоткрыть вот этот завязь тайны. И скажем, что на самом деле работа дизайнера, она состоит во многом из рутины. Если приглядеться к этому. Вот до таких вещей дойти очень сложно. И дизайнеры это просто те люди, которые тратят много времени на то, чтобы провести, проделать много итераций. Много пройти поисков визуальных. Примером такого визуального поиска может стать реальный workspace Дениса. В левом верхнем углу то, с чего все начиналось, как говорят в Твиттере. А где-то внизу и в нижнем правом углу то, как все закончилось. Если прищуриться и посмотреть на это поближе, то мы увидим, что из кучи-кучи итераций есть какие-то итерации, которые не получились, не подошли по тем или иным соображениям, на тестах не зашли пользователям, бизнес-отвергах. Но в конце концов дизайнер приходит к чему-то, что устраивает всех. Слева есть исходный экран, справа какой-то конечный экран, то к чему пришел дизайнер. Повторюсь, дизайнеры не волшебники, у них есть время на то, чтобы экспериментировать с визуальной частью. И на самом деле много думать про дизайн, много разговаривать про дизайн. Наша большая часть, следующая, она посвящена некому ментальному фреймворку, который помогает дизайнерам лучше делать их работу. И также некоторому практическому фреймворку, некоторым правилам, некоторым наборам правил, которые позволяют им делать их работу лучше, делать макеты лучше. Либо улучшать что-то, что уже есть существующее, дизайн на существующее приложение. Либо делать что-то красивое, удобное с нуля. Да, я передам слово Денису и вклинюсь уже позже. Денис, тебе? Да, давайте расскажу про какие-то такие простые базовые правила, которые можно просто помнить, держать в голове. И они уже в целом помогут вам сделать какой-то интерфейс продукта неуродливым, как минимум, может быть и классным, симпатичным. Давайте начнем с первого правила. Не стартуясь с оформления или технологий, начиная с хитча. О чем речь? Это касается и дизайнеров, и разработчиков. Я это заметил просто по своим знакомым разработчикам, с теми, с кем я работаю, кто делает пэт-проекты. Это такая частая ловушка прокрастинации. Вот вы, допустим, захотели сделать какой-нибудь таймер, секундомер. Такое простое приложение, вам захотелось просто так поделать его. И такая частая ловушка. Вы начинаете гуглить вообще все возможные фреймборы. Как сделать идеальный таймер, тренды дизайна. Там секундомер на SwiftUI. Вот и у вас просто гора вкладок. Вы уже там попробовали сотню шрифтов. Вы еще, то есть нет приложения никакого, но вы со всех сторон пытаетесь какие-то детали изучать. Какая там будет навиграция, табар или там вот все на одном экране. Какие цвета, какое ощущение. Все это вообще не важно, забейте. Просто сделайте сразу максимально порошиво. Вот максимально порошиво. Да, допустим, делайте секундомер. Ну вот, окей, сделали. Наверное, нужен какой-то счетчик, да, циферки. Должны быть циферки. Должна быть кнопка Start-Stop. Чуть-чуть вот еще, конечно, если подумать, то, ну да, нужна кнопка Reset, если я там нажал Stop или там какая-нибудь пауза. Думаю, еще больше, там проходит время, и вы такие понимаете, а, блин, мне нужно credentials где-то написать о себе и там Terms of Use и прочие какие-то такие вещи. Ладно, я добавлю это куда-нибудь вниз, вот такая ссылка. Потом дали потестить другим пользователям, посмотрели сами, поняли, что, блин, мне вообще-то надо историю посмотреть и сравнивать. Я там что-то замеряю, да, как быстро там в чайнике закипать. Вот, все, ну окей, добавили какую-то историю. Покрутили, посидели, у вас нашло такое вдохновение, вы начали крутить цвета, ну вот сделали вот так. Покрасили, а потом вспомнили, блин, у меня-то вообще-то зарабатывать надо с этого. Ну, вставлю куда-нибудь что-нибудь сетей про монетизацию, где у меня выскочит какой-то по e-wall, и будут все счастливы и рады. Там поменяю иконку, сделаю там кнопочку reset вот так, шестереночку. Вот. Вот этот процесс, он вот до такого результата простого будет доводить намного быстрее, чем вы, чем если вы начнете работу с изучением, там, истории типографики, какие были реальные физические секундомеры, что повторить конский аморфизм. К этому всему вы обязательно придете, но это просто будет дольше, и скорее всего у вас просто опустятся руки. Вот. Но, кто знает, может быть, у вас есть очень много времени, вам очень нравится дизайн, у вас, вы готовы тратить на это очень много времени каждый свой вечер, и спустя какое-то время вы можете сделать себе что-нибудь такое. Вот. Нам, Саша, вообще далеко еще до этого, вот, не на этом уровне, я вот там на предыдущем слайде, это наш уровень, например. Вот. Но все возможно, все возможно. В общем, это такое, да, первое базовое правило. Просто, чуваки, сразу фигачите фичу, не бойтесь делать ее уродливо, главное просто ее юзать. Вот. А потом у вас в голову сразу придут мысли, как это улучшить. Говорил Шая Лобёв, just do it. Just do it. Да, это, повторюсь, это такой ментальный, наверное, фреймворк. Денис расскажет еще и про конкретные фичи, точнее, про конкретные какие-то вот вещи, которые помогут вам сделать дизайн лучше. Да. Типографика. Супер важная часть. На самом деле вообще некая основа вообще того, как мы делаем дизайн и как выглядит приложение для пользователей. и часто такой вопрос сразу вмикает, такой вопрос. Шрифт? Вот. Нужно какой-то шрифт, возможно, подобрать. Ответ очень простой в случае, если вы мобильный разработчик, а тем более, если вы iOS-разработчик. Никакого шрифта не нужно подбирать, потому что совершенно божественный шрифт у вас уже есть. Сан-Франциско прекрасен. И я уверен, тут разработчик любой знает там больше меня все преимущества использования Сан-Франциско, потому что, собственно, он работает с ним в коде. Давайте посмотрим преимущества системного шрифта. Да, он уже есть, его не надо подключать как-то. iOS предлагает свою систему стилей, вот такой стиль для заголовков, такой для других, там, других вещей. Поддерживаются фичи для доступности, для Dynamic Font. Он прекрасно выравнивается с иконками из SF Symbols, если вы делаете, начиная с iOS 13 приложения. Вот. И наверняка вы будете использовать какие-то стоковые компоненты, которые зашиты в самой системе. Они тоже изначально дизайнились из-за расчета на то, что там будет использоваться какой-то системный стиль. Да, вы используете Navbar, ну, по-любому, там будет Headline, системный, системный боди для опций таких. Вот. И там уже продуманный интерлинияж и трекинг, такое дизайнерское понятие вообще. Но вот это то, про что вам не нужно думать, если вы используете системный стиль. Интерлинияж – это расстояние между строками или высота строки, и трекинг – это расстояние между буковкой. Вот. Если вам все-таки прям скучно вообще жить с системой, стандартным шрифтом, ну, есть где регуляться. На самом деле, все то же самое Apple предлагает с SF Round и все те же самые стили. Это просто кругленький, такой забавненький, инфантильный шрифт, если у вас очень веселое приложение. SF Mono – шрифт, который вы каждый день смотрите на своих макбуках и открывая X-код. Ну, и если вы очень утонченная личность, вы можете использовать New York, если вы можете там себе позволить приложение, которое, начиная с 1113, поддерживает. Вот. Прекрасные шрифты. Поддерживать все те же самые фичи, которые я назвал в предыдущих слайдах. Вот. Редактура. Порой это проблема и дизайнеров, на самом деле. Этот слайд, он можно и для дизайнеров, и для продуктов показать. Дальнейшие. Чаще проблема не в оформлении текста, а в том, что там написано. Редактура. Просто. Просто попробуйте сократить текст в ваших приложениях. Очень часто это можно сделать и без ущерба к пониманию. Ну, слева, конечно, очень нереалистичный и тупой вариант. Я не знаю, нужно постараться. Я вот прям старался сделать максимально выдвинуть надписи, все возможные из этого секундомера. Вот. Settings and profile. Там же есть и настройки, и профиль. Надо обозначить, что там есть. Вот. Секундомер. Нужно подписать, что это секундомер. Кнопка «Начать секундомер». И кнопка «Сбросить секундомер». Короче, все это можно выкинуть. Часть вещей заменить на иконку, часть вещей просто сократить или переформулировать саму фразу. И будет только лучше. Следующее такое правило. Очень простое. Максимально такое. Равняем по левому краю. Несмотря на то, что в реальной жизни у нас постоянно нас преследуют примеры, где что-то выровняло по центру. Но вот Big Sur, например, обновился. И вот мы видим уже как бы не самые лучшие кейсы. Выравнивать по центру можно спокойно, если вы прям чувствуете себя хорошим дизайнером. И у вас нет импостер-синдрома. Таких мало. Вот. Если вы знаете, как это будет работать с композицией, если вы точно уверены, какая длина контента будет. Если это маленький заголовочек, и вы делаете паевол какой-нибудь, там, заголовок с трех слов. Upgrade Now, там, не знаю, еще что-нибудь. То это можно сделать. И там по центру кнопочка. Но если вы не знаете, если вы делаете компонент, которым, ну, хрен знает, что там может прийти с сервера, или что там захочет сделать дизайнер или продукт, там, ну, или вы, в случае, если вы делаете свой pet project, да, вы не знаете, как вы будете текст никакой использовать. Ну, лучше по левому краю. Вот. И, да, вот такие примеры. Я просто тут приложу много примеров из приложения, на котором сам работаю каждый день. Это фоторедактор ленца. У нас есть два компонента. Один точно рассчитан на какое-то мелкое содержание текста, и там мы спокойно равняем по центру, потому что все по центру, и все стремится к такой симметрии. Справа. Бог знает, сколько там может быть текста. Мы переиспользуем компонент в кучу случаев, и поэтому делаем по левому краю, и в целом окей. Важная составляющая типографики – это выстраивать иерархию в тексте. Я попозже расскажу, почему важна иерархия в блоке по композиции. Ну, давайте посмотрим. Вот у нас есть текст. Вот какая-то такая портяночка есть. Ну, такое, да. Вроде понятно. Первый заголовок – он самый важный, и вот второй какой-то вводный текст, он чуть менее важный, и совсем неважный какой-то текст ниже. Но можно не только кеглем играться. Есть еще цвет и контраст в целом. Опа, сделали так. Теперь первый заголовок, да, у нас там не такой важный вводный час. Вот, да, здесь уже мы используем акцентный цвет теперь. И все в этом важно, но при этом нижний текст, он какой-то важности имеет особую. Там надо обратить внимание. Какая-то сноска может быть. Ну, в общем, это так вкратце про типографику. Теперь перейдем к композиции. Тоже важный прием. Это целый набор приемов. Да. Вот, тут немножко не тот порядок, но давай сразу на такую провокацию. Провокация, интерфейс, да, не база данных. Откуда вообще взял такой пункт? Просто по опыту тому, по опыту общения с разработчиками, которые мне показывали свои проекты, которые мне делали без дизайна. Это такая тоже ловушка, можно сказать. Вы смотрите на данные, вы себе представили секундомер, сразу у вас в голове набор сущностей, совершенно понятных, какие есть данные и какая у них структура. И у вас в голове уже список. И очень легко в такой ситуации делать базу данных, но в интерфейсе. Начать это приводить в ГУЯ. Можно в принципе любой интерфейс практически собрать на TableView. У вас просто могут быть тупо ячейки, и каждая строка за что-то отвечает. Но это не приведет вас к хорошему интерфейсу, и для человека такое не очень понятно. Потому что вот такая таблица, она всегда, ей свойственно быть очень однородной. Там нет чередования чего-то важного, чего-то менее важного. нет акцента. Поэтому избегайте. Избегайте такой ситуации. Помните? Смотрим на реальные. Да, реальный пример. С моей предыдущей работы. Это такое медицинское приложение, экран профиля. Слева это как можно было бы тоже. Примерно похоже на TableView, что можно сделать. Таблицы, да? То есть ячейки, которые объединены в каких-то заговорах. Попробуйте чередовать разные представления разных блоков. Пользователю вообще это нравится, когда чередуется немножко разный контент, разные представления. Большие заголовки, потом что-то поменьше. Какие-то карточки, у них уже есть какой-то прелик. что-то прям в виде кнопки, оно там вообще вынесено. Такой смотришь, хух, вообще, какого хрена. То есть сразу уже это можно рассматривать. Оно может быть там даже уродливое, но это уже что-то, что можно осмотреть, по счету так интересно. Вот. А дальше уже там что-то неважное, неинтересное для пользователя, может быть уже простой таблицей. Так, тут уже комментарии. Для старта и таблиц... Да, прекрасно. Для старта сделали таблицу, допустим, все. И, допустим, пошли тестить на рынок пользователей, сами пошли тестить. Все, у вас сразу идет понимание, как упростить какой-то холл. Что вынести сразу на первый экран, а что наоборот вынести в какую-то выложенность, потому что не важно. То есть тоже вполне окей подход. Да, иерархия, чередование. Наверное, такой главный соус, почему, как сделать какой-то информационный дизайн приятным. Вот просто чит-код. Давайте сразу переходим к примеру. Все тот же самый компонент нашего фоторедактора. Грубо говоря, вот приходит, что с сервера что-то приходит. Вот предложение обновится на iOS. И в целом, вот можно написать заголовок стилем headline одного цвета черного, какой-то текст, body, и какая-то кнопка. И все, оно превратилось в кашу. Однородное. Непонятно, что из этого важно, что нет. Включаем чередование, включаем иерархию. Делаем большой заголовок черным цветом. Дальше подпись. Для особо задротов каких-то, которые прям внимательно хочется почитать, что же вы мне рекомендуете. И опять какой-то такой жирный кусок, какой-то въедливый, кнопочка. И для перчинки там можно какой-то иконочкой разбавить. Ну, тоже пример. Слева каша однородная, которая этим и похожа, например, на таблицу. Справа мы немножко оживили экран. Делаем какое-то чередование. Про цвет тут тоже отдельно расскажу. В общем, отдельный блок тоже этот пример использует. Я думаю, многие уже поняли, что тут цвет тоже используется для иерархии. Ну вот. Следующий пример. Поедем дальше. Да. У нас такая одна из фич вообще приложений, это то, что с помощью всяких нейронок мы предлагаем пользователю сразу все настройки автоматически. выбрать там в целом это то наша такая фич основная продающая. Вот. Просто ее обозначаем размером и цветом. Этого достаточно. То есть, этого достаточно, чтобы большинство людей, когда заходили на этот экран, только нажимали на эту кнопку и больше ничего не делали. Конечно, там они нажимают и потом скролят, смотрят все слайдеры, но вот просто такой базовый прием. Делайте одни элементы ярче, больше. Делайте их необычно, не располагайте как-то интересно. И они этим уже будут привлекать внимание. Да. Акцент. Акцент. Акцент на счет сети. Вот. Пару примеров. Да. Такой примерчик. Сейчас я по-быстрому уже пройдусь. Тут уже так я задержался на этом в своем тоже медицинское приложение. Так. Давай поедем дальше. Сейчас, 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 сейчас. Ага. Ну да. Давай поехали дальше. Там про освоенность. А, кстати, вот кухня на районе. Давайте расскажу про кухню на районе. Прекрасный пример. В принципе, если бы они сделали все ячейки одинаковыми, как снизу, то, ну вы бы замучились бы это листать. Просто, это невозможно листать до конца, поэтому они перебивают это вот такими большими блоками, какими-то подборками, спешл, там, проект какой-то, на цветной фон кладут. Все для того, чтобы чередовать. Давайте дальше. Такой хак слоенность. Ну, вы постоянно с этими работаете. Это у вас на каком-то чеке уже есть это понимание. там можно изучить, конечно, физику, светотель. Я думаю, вы и так понимаете вообще о чем речь. Это такой прием, который прекрасно прижился в UI-дизайне, когда вы пытаетесь показать интерфейс через свои, когда что-то лежит выше того, что ниже, собственно. Есть простейшие правила, как этого добиваться. Это то, что лежит дальше, на заднем плане. это темнее, элемент спереди, он отбрасывает тень, элемент спереди, как правило, имеет какое-то закругление. Все это дает понимание, что это какие-то такие слои, которые имеют Z-пространство. и если есть анимация к этому всему и жесты, это подсказывает, что можно этим элементом как-то управлять. Например, вылез bottom sheet снизу, он имеет закругление, он имеет тень, задний план затемнен, и вот то, что он с анимацией вылез, он этим самым и подсказывает, что его с жестом можно скинуть назад. Это такое просто на уровне интуиции. Тут еще такие красивенькие примеры на следующем слайде. Да, кстати, справа можно сказать похожий паттерн интерфейса, что в Safari. И в Safari, например, есть крестик, но когда вы на нее нажимаете, эта карточка с анимацией вылетает. И она тем самым подсказывает, что можно с ней интерактивить и свайпом тоже. Так, как бы Safari показывает слоенность интерфейса. по разным уровням можно трактировать. Ну, модалка тоже отбрасывает тени и все такое. Пример, который уже приводил чуть ранее. Есть какие-то блоки, их можно разделять огромной жирной полосой. Это тоже вполне себе прием, который очень модный в медиа, журналах и каких-то новостных изданиях, потому что там любят классику. Но в смузи интерфейсах модненьких любят как-то почище делать, там легкой тенюшечкой отделять, может быть, серой подложкой. Это приложение Dock+, которое уже умерло, потому что компания обанкротилась примерно полгода назад. Я ушел пораньше оттуда. Хорошо там было. Жаль, что так получилось. Пожалуйста, не путать с DockDock'ом, пожалуйста, не путать с DockDock'ом. Возьмемся к нашему. Да, вот, пожалуйста, пример, который секундомер. Снизу светлый элемент, светлее, чем фон основной, он закруглен. И, в принципе, я тут даже теме не пришлось делать, какую-то анимацию. Уже понятно, что блок хистерия это что-то в виде какого-то слоя поверх. Вот это уже говорит, вот эти простые свойства уже говорят об этом. Вот. Это еще один похожий пример. Я предлагаю не останавливаться на нем и наконец доехали. Ехали-ехали, доехали до цвета. Здесь, на самом деле, все довольно просто. цвет можно разделить вот такие на два направления. Одно направление это цвет для передачи информации. Просто вот нужно объяснить пользователю, что он перечитал просто текст. Давай следующий слайд. И у нас для этого есть прекрасный инструмент. Это встроенные стили Apple, встроенные системные стили, которые имеют динамическую тему. потому что они разбиты по семантике. Давай сразу следующий слайд. Это все готовые цвета. Я исключил отсюда именно цвета радуги. И я могу сказать, что, например, в фоторедакторе Lens, который мы делаем, он полностью на системных вот этих цветах построен. Кроме редактора, там где блюры, там где работа с фотографией. Вся галерея, импорт, настройки используют эти цвета. Нам этого достаточно. Я думаю, в принципе, будет достаточно для 99% приложений. Используйте прекрасный набор. И есть такая фишечка для особо утонченных. Старайтесь не использовать оттенки серого, если уж вы решили свое что-то делать. Чисто серые. Попробуйте какой-нибудь акцент цветовой сделать. Чаще всего делать с отливом в синеву. Если вы посмотрите все серые оттенки встроенные в ось, там везде будет отлив в синеву. Это не будет чисто серый какой-то. Кроме черного. Как так. Акценты. Ну, собственно, цвета, обычные цвета, про которые мы говорим. С ними такое простое правило не переборщить. Старайтесь, чтобы один-два их было на экран. Если их там много, если у вас есть цветовое кодирование, например, позитивное действие, это вот такой цвет и это цвет вашего бренда какого-то. Используйте это, делайте какую-то последовательность в этом. Тоже, пример, я цветом отделяю здесь главную кнопку, с которой я взаимодействую, другим цветом отделил то, что отвечает за что-то платное. И в принципе можно большинство приложений так и используют с того кодирования. Интерактивные элементы одним цветом, что-нибудь премиум фичи, под замочком роскошным фиолетом. Сделаем, пожалуй, прикап перечисленных правил. Начинай с фичи. Это в первую очередь такой образ мышления. Самое главное, если вообще не знаете с чего начать, начните с уборки, причесывания, типографики. Это прям основа всего дизайна и цифрового дизайна в частности. Попробуйте научиться работать с композицией, в первую очередь через правила выстраивания иерархии. И постарайтесь использовать какой-то ограниченный набор осмысленных цветов. То есть поймите, зачем конкретно этот цвет, особенно если это акцентный цвет вам нужен. Спасибо большое. Не знаю, сейчас Денис хочет что-то добавить или нет, я бы двигался дальше. три вопроса в QA, мы про них дальше, потом, в конце. Да, слушай, я там текстом кому-то начал отвечать, пока ты рассказывал. Я сейчас расскажу про дополнительные такие принципы и перед как раз воркшопной частью мы немножечко поотвечаем на ваши вопросы. Наверное, и на все успеем. Часть вопросов поедет в постток и вот в конец рассказа. Мы перечислили базовые правила, вот прям фундамент, без которого, наверное, собрать что-то внятное не получится. Но есть еще ряд тонкостей, быстро про них поговорим. Первая тонкость, опять же, связанная больше с мышлением, а не с какими-то техническими скиллами. Старайтесь думать пользовательскими сценариями, а не экранами. Как ни странно, многие совершают эту ошибку. Нужно, в общем-то, стараться жить в мире пользователя. Для этого существуют разные фреймворки. Я думаю, я подозреваю, вам сегодня с утра немножко про это рассказали. Пример такого подхода, наверное, неплохой, приложение Headspace, где целый раздел посвящен сну, засыпанию, и ребята проделали какую-то продуктовую работу, какую-то дизайнерскую работу, чтобы найти целых 5-6 возможно отдельных слоев, отдельных сценариев, где это приложение может помочь конкретным людям с разными привычками справиться с какими-то проблемами со сном, например. Это пример такого подхода. Он помогает делать дизайн более человечным в прямом смысле этого слова. Есть еще такая штука. Если у вас есть фундамент, не только в плане скиллов, но и в плане уже какого-то готового прототипа, minimal viable product, попробуйте сделать minimal lovable product, добавив немножко перчинки в ваши интерфейсы. Пример, экран из профессионального приложения для съемки в RAW-формате Холайд. Его все дизайнеры очень любят. Это второстепенный и третий степенный экран о приложении, но здесь заметно несколько внутренних шуток, заметно, как много ребята, очень маленькая команда вложила любви в этот экран, до которого не все дойдут, на самом деле. Здесь заметны такие полусхеморфичные тенюшки на металлических вот этих иконках соцсетей. Здесь совершенно уникальным образом даже не набрано, а написано название приложения. Здесь есть 10 разных начертаний и, по-моему, три разных вообще гарнитуры. Казалось бы, мелочь, но так как приложение ориентировано на дизайнеров, опять же, ребята держат в голове целевую аудиторию и сценарий использования, они подумали вот про такие детали. Ну и, наконец, в общем, не стесняйтесь пользоваться готовыми решениями, не стесняйтесь быть похожими на вашу платформу, на вашего вендора, как угодно. Вот этот пример приложения Tripsi выглядит очень нативно, использованы, по-моему, даже на этих трех экранах почти все нативные паттерны, за редким исключением. Это приложение про путешествия могла бы сделать компания Apple, но его, извините, делает третья сторона. Это нормально, это экономит ему время, я уверен, там также небольшая команда работает над приложением. Надеюсь, вот эти принципы помогут вам, держа их в голове, делать ваше приложение лучше. Неважно где, в Figma, в коде, где угодно. И это Segway для следующей темы. Мы будем сейчас обсуждать инструмент, Figma, и у вас может возникнуть вполне резонный вопрос, вот раз мы говорим про Toolbox, почему мы говорим именно про Figma, почему мы говорим именно про дизайн инструмент. Не проще ли сразу пилить все в коде? Абсолютно валидный вопрос, но два самых популярных ответа на этот вопрос. Дизайн инструменты позволяют вам делать на начальном этапе, делать больше итераций, проверять больше гипотез, не задумываясь о неких формальностях, не задумываясь про инфраструктуру разработки, не задумываясь о стиле кода, вот в таких вещах. Поэтому кажется, такой подход, особенно в сложных проектах, помогает избегать ошибок на начальных этапах. Использовать дизайн инструменты, причем дизайн инструментом может быть и блокнот, и карандаш, это также абсолютно жизнеспособное решение. И потом уже переходить к реализации. Дальше у нас большая часть, огромная часть, я бы сказал про фигбу, но у нас будет сейчас 2-3-4 минуты, чтобы поотвечать на вопросы. Давайте я загляну в чат, я не обещаю, что мы ответим на все вопросы сразу, я какие-то просто озвучу, наверное. на часть вопросов я начал отвечать Геннадий Степанов. Генна, привет. Три лучших цифровых дизайнера прямо сейчас. Сложный вопрос, у каждого свои топы, у Дениса свой, у меня свой, у 10 других дизайнеров свои топы. Я бы назвал, наверное, чуваков из Холлайт, точнее, дизайнера Холлайт, Себастьяна Деуида. Я бы назвал кого-нибудь, я не могу назвать имя, из команды, работающей над промо-дизайном, извини, сорян, не цифровой дизайнер, над промо-дизайном дизайном Иксбокса и над интерфейсом Иксбокса. Ну, не по именам. Да, пожалуй, больше никто не приходит в голову. Вопрос отличный, я могу потом немножко собраться с мыслями и поотвечать на него более подробно. Презентация, да, будет шариться, Денис уже ответил, так-так-так. Да, на еще третий вопрос даже Денис ответил. Давайте по открытым вопросам пройдемся. Насколько важно начинать строить дизайн-систему с самого старта проекта, спрашивает Степан. Степан, привет. Я думаю, что если ты пилишь, я не знаю контекста, если ты пилишь небольшой проект, какой-нибудь сайт, да, проектик, то про дизайн-систему думать рановато. То есть, все зависит от масштаба проекта, того, насколько много людей над ним работает и насколько далеко идущие планы у этого проекта есть. Я просто добавлю, вот такой. Давай, да. Даже если вы работаете в компании и вы начали проект, новое приложение какое-то, даже в этом случае вообще я не вижу никакого смысла делать дизайн-систему. Почему? Потому что дизайн-система настолько потом поменяется, что ну, это все было бессмысленно, вся предыдущая работа. Вам для построения дизайн-системы нужны все те шишки, которые вы успели набить, там, все возможные кейсы, какие вам поп-апы нужны, моделки нужны, какие компоненты нужны. А это приходит, когда уже там более-менее зрелые проекты и когда это понятно. Вот. И вообще, да, можно вообще не молиться на дизайн-систему. Можно прям лепить вот как можешь, а потом приходит внимание, блин, все, теперь я знаю, как это все структурировать. в этот момент можно говорить. Крутяк. Спасибо. Так, у меня немножко съехал ответ. Так-так-так. Какие проекты стоит рассматривать как примеры топового дизайна, чтобы вдохновляться, брать на вооружение? Тоже в лайве давайте отвечу предпоследний или предпоследний вопрос. Я готов текстом сделать небольшой список, такой композитный, вместе с Денисом. Я бы назвал из дрибловых ребят, наверное, студию Free Jobs. Они сложно там пишутся, можно найти на дрибле, но я поищу ссылочку. У них клевые концепты. Кажется, что там пересекается и вот концептуальная работа какая-то, и жизнь. То есть они вполне реализованы. Причем ребята делают пару своих стартапов, пару своих продуктов. Один из них называется Roadmap, а второй не помню, как пользовался только Roadmap. Отвечу текстом попозже чуть-чуть. После посттока. Денис, твой любимый вопрос, что насчет неоморфизма? Твой любимый вопрос, Саша. Ладно, давай я отвечу. Давай. Что насчет неоморфизма? Что насчет неоморфизма? Стоит ли пробовать что-то делать? Нет, не стоит. Забудьте, пожалуйста. Неоморфизм это мимолетный тренд, который пробежал вот так вот бурей по всему дриблу и все такие новички, в основном новички дизайнеры такие вот смотрели и все. Оно стухло, стухло по какой причине? Как и с любым вот таким похожим трендом. Это очень яркий стиль, очень явный. Он прям душит тебя своими конкретными приемами, что это какие-то выпуклые поверхности. Во-первых, он из-за этого начинает надоедать. допустим, представьте, какое-то приложение промо может быть. Оно может быть сделано в мультяшном стиле, потому что это промо-приложение для какого-то одного мероприятия. И там мультяшный стиль суперпипец какой-то. Это окей, но когда это становится трендом, всех начинает тошнить от мультяшного стиля. Лучше все-таки какие-то такие простые обычные правила эстетики использовать. Второй момент с неоморфизмом. С ним не разгуляешься на тему анимации, потому что когда мы делаем слоеный интерфейс с тенюшечками со всем этим, там очень легко передать метафору, когда что-то ты свайпнул карточкой или какой-то скролл каких-то карточек, я не знаю, вложенность. Это легко передавать. В неоморфизме нет. У тебя есть два уровня и все это выпукло. Тяжело с этим работать в реальной жизни. Так, спасибо. 19.45. Давайте последний вопрос про темную тему и поедем к воркшопу. Что с темной темой, спрашивает Паша, насколько темной она должна быть. Замечал, разные приложения делают по-разному. Серый фон, какие-то оттеняют, какие-то прям чисто черные. Хочешь ответить? Нет? Я могу сказать, что у ребят из Things, мой любимый менеджер, ну, короче, To-Do менеджер, вот у них есть сейчас все три опции, и ты просто вот, они любят своих пользователей, они все такие очень нативные, они предлагают все три опции на выбор. Да, и можно еще вспомнить Twitter, там в телеге, например, есть синюшная темная тема, есть серая, вот она черная. Это все зависит от количества калорий, которые ты хочешь на это потратить, вот, не знаю, можно еще из такого разные иконки делать, но тему, как легкий способ получить темную тему, использовать системные цвета и все, использовать Dynamic Font, все, у тебя разложены все цвета по семантике, вот фон, вот какой-то Fill Color, вот Label Color, все, если ты их используешь, у тебя автоматически есть темная тема. Если ты делаешь все-таки какой-то проект и делаешь его на своих кастомных цветах, ну, тогда стоит посмотреть, а стоит ли, потому что, ну, если это приложение для чтения, это RSS Reader, не знаю, может кто-то еще использует, вот, если RSS Reader, то там, наверное, важно, или для чтения книжек, для, не знаю, таймера, спортивного, порядка. Супер. Смотрите, к остальным вопросам мы вернемся, я их прочитал, очень клевые, на часть, повторюсь, мы уже в процессе ответили, там был вопрос про, в общем, чате, вот, про выбор цветовой гаммы, мне кажется, Денис про это прям подробно рассказал в основной части презентации. Можете пересмотреть потом запись. Вот, другим вопросом вернемся позже. был классный вопрос, тоже сигвейный, отличный, про то, с чего Figma-то начинает, собственно, все делать. Давайте я расскажу, чем мы будем заниматься. Но прежде хочу уточнить у Жени, куда лучше скинуть ссылку на Figma. В анонсы или в нашу зумный чатик? Это очень-очень хороший вопрос, но можно скинуть ее в шаринг. Она же, я так понимаю, будет доступна и после сессии. А что такое шаринг? Шаринг – это такой канал, где все делятся какими-то полезными материалами. Можно в него вступить и, соответственно, зашарить туда ссылочку. Можно туда зашарить потом все материалы, которые вы будете прикладывать к делу. Смотрите, давайте попробуем так. Я поширю наше воркшопное задание сейчас в зум-чатик, а потом в шару в слэке. Мы сейчас не призываем вас ничего делать руками, но если вы суперактивный, давайте я немножко освобожу себе экран. Если вы суперактивный, прям лучше запоминаете, когда повторяете, попробуйте повторять. Мы не будем останавливаться. Так, copy link, вроде все скопировалось. Мы не будем останавливаться, чтобы кого-то прям супер дождаться, тоже все вопросы в конце, и потом у нас будет большая самостоятельная часть тоже для вопросов. В зум, в вебинар чат для я скину ссылку на фигму. Если вы воспользовались нашим советом, зашли в фигму, зарегались там, и даже, может быть, там что-то уже покликали, вы можете открыть ссылку. Там доступ и отнастроить, чтобы по ссылке можно было смотреть. Мне кажется, там можно. А проверь, пожалуйста, мне кажется, там сейчас можно все делать. в чатике пишут, что у них проблемы. Друзья, я пофиксил. Да, врываются люди. Бывает такое. Здесь нужно скопировать к себе. Да, нужно скопировать к себе. Я сейчас пока не показываю, что именно скопировать. Вы сейчас увидите все. Смотрите, я переключусь вот сюда. Пам-пам. Давай. Да, Жень. Да, я хотел сказать, что хорошо бы пошарить, и вот как раз ты начинаешь шарить. Да, 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 а я просто параллельно еще у себя подсматриваю другую фигму. Все нормально. Смотрите, есть вот такая штука, и я хочу на ней показать, как работает фигма. Последнее время очень много сталкиваюсь с автоматизацией работы в фигме и написанием плагинов. Мы этого не будем касаться. Мы поговорим про встроенные инструменты, пару плагинов, которые не нужно писать сами. Что я хочу сделать? Для начала задача. У меня есть вот такой очень тупой экран, совершенно нечеловеческий. Он сознательно сделан таким уродским. Вы никогда не получите такой экран, если только не играете с какой-то технологией. Я хочу через какой-то похожий референс прийти вот в такой экран. Я хочу сделать профиль главного архитектора в каком-нибудь архитектурном бюро, потому что архитектура это же очень дизайнерская, очень красиво. Попробую повторить то, что я делал, и по пути я буду рассказывать, что происходит в фигме. Сначала я, пожалуй, скопирую себе этот экран. Копирование очень похоже на все приложения в мире, macOS, по крайней мере, и происходит с помощью зажимания alt. Вы можете схватиться и перетащить с помощью alt. Любой объект в фигме, он задублируется. Также command-c, command-v. Command-c, command-v, спасибо, отличный вариант. Это как бы второй уровень. Есть еще открытие уровень, вы можете дублировать объекты, нажимая command-d. Вот так у меня появился второй братюня зеленый кружочек. Поздравляю, вы стали дизайнером. Да, поздравляю, вы стали дизайнером. При этом, если повторить нажатие command-d, вы можете заметить, что зеленый кружочек отодвигается от своего родителя на то же расстояние, на которое был отодвинут его родитель от родителя родителя. Это выражаясь научным языком. Мы научились работать с фигмой, спасибо, воркшоп закончен. Я хотел бы немножко прибраться, во-первых, на workspace, во-вторых, я бы хотел немножечко прибраться в файле. Если вы заходите в файл, я не буду останавливаться подробно на этой части, она, по-моему, достаточно понятная. Здесь есть возможность создавать разные команды и проекты внутри команд, и файлы внутри проекта. Сфокусируемся на том, что происходит внутри файла. У нас есть sidebar, пока не трогаем tool бар в верхней темной части. У нас есть sidebar, он целиком про навигацию по вашему файлу. В левой части у вас есть сверху список страниц. Список страниц это всего лишь фреймворк для организации это пейджи, вот они для организации некоторых ваших дизайн-артефактов, не более того. Если вы хотите отделить это драфтовые дизайны от более-менее финальных дизайнов, я бы рекомендовал создать вот здесь в пейджис соответствующие папки, соответствующие страницы, на которые вы просто скопируете драфты и скопируете финальные дизайны, чтобы не путаться в них. Между этими... Покажи еще раз, чтобы люди знали, как скопировать документы. Чтобы вы уже могли сказать... Ну, скопировать документ, создать пустой документ с помощью плюсика, можно, дубликейтить. Я думаю, просто можно дать дубликейтить этот документ. А я не знаю. Здесь же нет никаких... Смотри, нажми на Canvas просто. Да. Не-не-не, обычным кликом. Да. Вот. И в названии там дроп-даун будет в названии. А, все, да. И вот там дубликейт туда. Вот сейчас. Вот внимание всем, внимание всем. Попробуйте. Повторяем, да, то же самое, что сделал только что ваш документ появится вот здесь в разделе drafts. Если вы кликните на него, неважно, где вы находитесь, в браузере или в нативном приложении, он должен появиться вот здесь в drafts. можно просто создавать пустой документ, как я попытался сделать в начале. Кажется, более даже подход. Пустой workspace. И с помощью command-c, command-v скопировать туда все объекты, да, выделив, например, command-a или просто выделив мышкой, как обычно. Вы работаете с файлами в macOS, например, да, вот так. Взяли, выделили, скопировали, подвинем туда. Я надеюсь, что мы помогли вам. Мы, если что, вернемся все-таки к этому. Возвращаясь к страницам, здесь есть пара прикладка, сейчас покажу в конце, если останется время. Под страницами есть важная часть, очень, это организация ваших слоев. Все дизайн документа состоят из слоев. Они идут друг за другом, они идут друг за другом и идут последовательно по некой оси Z из вашего экрана, направленной прямо в лицо. Можно менять порядок этих слоев, чтобы, скажем, зеленый шарик не перекрывался оранжевым прямоугольником. Я делаю это с помощью Alt, Command и скобочки, квадратные скобочки вправо. Вы можете просто делать это перетаскиванием по слоям. Вот так зацепились и перетащили. Черная полосочка, если вы видите, я надеюсь, что видите в трансляции, показывает, куда попадет иерархически ваш слой. Удобная штука, можно вполне пользоваться вот этим ручным подходом. Что еще? Мы все очень любим организацию и что здесь следует помнить вот именно в слоях, то, что вы можете организовывать свои слои в группы. Группа это самый примитивный, скажем, организатор всех слоев. Что нужно сделать? Вы можете выделить либо визуально, либо прямо в списке слоев несколько объектов. Я выделю вот эту подложку, потому что она мне пригодится. Выделю зеленый кружочек и выделю тексты. Я хочу соединить их в группу и нажму Command-G. Также вы можете это сделать через боже, я не пользуюсь не шорткатами, также вы, по-моему, можете сделать это через range. А, нет, я ошибся. Вы можете сделать это через меню объекта. Вот здесь. Советую пользоваться шорткатом. Это самый, наверное, часто используем шорткат. Группа, повторюсь, самый примитивный способ организовать ваши слои. Мы сейчас не говорим про какое-то правильное именование этих слоев. Мне немножко тормозит фигму, почему-то, может быть, много людей пришло. Внутри группы вы можете объединить слои по смыслу. Я хочу сделать верхнюю часть, вот такую, верхнюю часть этого профиля. вот я набрал себе несколько объектов. Справа будет референс, все, как мы любим, как это начиналось и чем это закончилось. Теперь я хочу, работая с этой группой, привести ее к какому-то более или менее удобоваримому виду. Очень простой способ. я хочу дать, во-первых, ей, вот этим объектам внутри группы, некоторую иерархию, добавить иерархию и добавить, ну, наверное, я бы назвал это перчиком как раз. Я хочу сделать для главного парня, для главного архитектора красивую подложку и хочу на этой подложке просто каким-то очень примитивным образом расположить объекты. Можно их таскать руками внутри группы, внутри вашего экрана. Это тоже вполне себе способ. Figma показывает вам с помощью вот таких redline насколько выровнены относительно друг друга объекты. Видите, появляется красная линия. Я приближусь немножечко. Совсем немножко приблизился. Figma показывает вам сейчас выравнивание по вертикали, по левому краю. Также можно померить расстояние до объектов, выделив нужный объект, от которого вы хотите померить это расстояние, и зажав кнопку Alt на клавиатуре. И показав на какой-то объект рядом, до которого вы хотите измерить расстояние. Удобный способ позволяет держать в голове некоторую цифровую иерархию. Вы хотите везде, например, сделать отступы 20x. И хотите вот эту группу, я чуть-чуть удалюсь, хотите эту группу выровнять по левому краю. Я только что сделал это с двумя объектами вот здесь вверху, но мне что-то лень делать это со всеми остальными объектами. Представьте, что у вас в группе, в каком-то логическом блоке их 100-500. Что можно сделать еще. Вы можете выделить нужные объекты и воспользоваться теперь уже правым сайдбаром, где собраны свойства объектов. Даже это тоже очень простая штука. Вы могли сами увидеть, что здесь есть свойства и в том числе координаты этих объектов. Но в самом верху правого сайдбара есть интересная нам вещь. Это настройки выключки или выравнивания. Используется не тот и другой термин. Align Left Я выровнял крепье по левому краю. Теперь я хотел бы добиться подступов между ними в 20 пикселей. Здесь есть небольшой tricky part. Я попробую это показать. Можно опять же сделать это руками, но я бы рекомендовал попробовать другой способ. Все должны помещаться неуловимый контрол появляется. Вы выделяете три объекта и между ними появляются вот такие фиолетовые штуки, фиолетовые хэнги. Они позволяют вам редактировать конформно отступы между выбранными объектами. то есть схватив все три объекта и схватившись за единственный хэнг любой между ними я могу настроить эти отступы. Вспомним про иерархию, то о чем говорил Денис. Что сделать, чтобы добавить иерархии не только отступами, не только позиционированием, но еще каким-то может быть цветом, шрифтом, типографическими настройками. Нам нужно перейти к нашей новой правой панели, где перечислены в том числе и свойства текста. Я хочу сделать текст, наверное, чуть-чуть меньше, верхний, где будет написано имя. Я хочу дизайнить в каких-то своих ограничениях, поэтому сразу беру имя человека, любимый персонаж всех дизайнеров, это Константин Константинопольский, потому что у него очень длинное имя. Я напишу Константин у меня не поместилось. Отлично. Я редактирую текстовый слой просто двойным кликом по нему мышью либо нажатием Enter. До любых слоев можно вот так обладая некоторым терпением спокойно докликать. Я хочу уменьшить кегль, чтобы имя этого человека помещалось. Я не хочу пока переносить на следующую строку фамилию. Я попробую это сделать через свойства. У нас есть панель текст, где есть возможность выбрать гарнитуру, пусть она у нас будет такой же как в презентации компакт раунд можно выбрать начертания тонкая ультра тонкая ну их здесь очень много. Я выберу bold добавлю мультяшности немножко и я хочу отредактировать размер текста 18 пикселей ну кажется самое то для мультяшного интерфейса. Я уже вижу, что он не будет совпадать с конечной картиной, но хочу пофантазировать. Пусть это будет профиль какого-нибудь персонажа может быть из мультика Pixar например. Здесь также есть другие настройки можем поговорить о них чуть попозже но сейчас нас будет волновать одна конкретная настройка еще в тексте это межсрочный интервал. Я хочу подвинуть Константина Константинопольского так, чтобы он занимал всю строку я думаю что есть люди с более длинными именами я хочу чтобы имя и фамильные переносились и дам под них небольшой запас я расширю текстовый блок до какого-то такого размера померяю снова отступы справа и слева выровняю свою подложку я это все делаю цепляясь за соответствующий край объекта большинство объектов фигме если не все объекты можно таким образом зарисайзить с шифтом вы рисайзите соблюдая пропорцию как это происходит в большинстве графических редакторов если вы зажимаете дополнительно к шифту еще и alt то вы начнете ресайзить не только соблюдением пропорции но и просто от центра не от левого верхнего края а от центра полезно помню возвратимся к Константину Константинопольскому у него есть слишком маленький отступ справа под текстовый блок я хочу увеличить этот отступ я могу это сделать руками вот так зацепившись как я показывал могу это сделать более кажется умным способом я могу выбрать нужный блок нужный объект зажать Command и начать потихонечку так начать потихоньку менять ширину если вы обратите внимание вот сюда в поле где есть настройка ширины ширина меняется с зажатым Command на 1 пиксель но можно ускориться и менять ширину с зажатым Shift тогда по умолчанию она будет идти с шагом в 10 пикселей я пожалуй это сделаю померю еще раз 31 сделаю Command Shift стрелочку вправо или влево соответственно в другую сторону и здесь настрою еще 1 пиксель пожалуй это меня устраивает я еще раз проверю себя никогда не может быть уверен в том что все сделано правильно выровняю объекты отступы конечно в 20 пикселей уже сломались но нас вполне устраивает и такая последовательность такая последовательность отступа вот здесь я дополнительно могу настроить размер отступа между двумя строками это важная штука это тонкость работы со шрифтом особенно когда вы работаете с большими таблицами большими списками она помогает также выстроить визуальную миру арки допустим ну не 24 а 22 фигма умеет в какие-то дефолтные отступы между строками она вполне нормально поджимает их но иногда нужно закастать у нас получилась некоторая визуальная композиция сверху мы сделали треть упражнения даже может быть чуть больше что здесь хочется еще сделать давайте посмотрим на референс я оставлю наверное текст примерно вот таким меня он устраивает пусть это будет вариация моего конечного экрана здесь не хватает перчинки здесь не хватает вот этого дизайна про который мы любим говорить здесь не хватает какой-то какой-то нотки этого эстетства давайте добавим эту нотку с помощью плагина который позволяет нам использовать модные бэкграунды в фильме ну конечно мы дизайнеры мы хотим задизайнить модное приложение мы вроде все на глаз вполне достаточно выровняли у нас будет такая подложка такая композиция для пользователя давайте подумаем где же взять эту картинку можно обойтись вообще без картинок если мы говорим про любой геометрический объект фигбе можно добавить заливку да какую-то кастомную так давайте отменим заливку я выберу один одну только подложку у меня была выбрана вся группа давайте поработаем с заливкой а потом перейдем к картинкам сейчас у меня выбраны дефолтные цвета которые предлагает нам фильм вполне норм как мы сказали с Денисом использовать вот эти цвета это абсолютно нормально можно ориентироваться на них почти ничего не кастомит но я хочу закастомить что мне для этого нужно сделать я бы хотел избавиться от этого пресета от этого стиля для этого я нажму кнопку Unlink Style Touch Style вот здесь у нас появляется стандартный Color Picker в котором мы можем выбрать любой цвет подложки мы можем выбрать даже способ заливки какой-то сложный градиент но не будем этого делать можем даже загрузить картинку с компа но я хочу воспользоваться дизайнерскими картинками и для этого я пожалуй приглашу нам в помощь плагин Unsplash наверное многие из вас слышали это сайт где собираются курируемые фоны курируемые фотографии у этого сайта есть свой очень простой плагин который позволяет вам сделать любой ваш дизайн сразу в 10 раз лучше вы можете выбрать объект в данном случае я выбрал фон вот кликнул по нему проверил что выбран только нужный фон нужный прямой блокбик в панели слоев и я могу либо поискать какой-то конкретный фон если я знаю чего я хочу либо поиграть с темами я хочу какой-то минималистичный фон я вот несколько раз может быть даже из первого раза попаду в подходящую картинку с первого раза попал никогда такого не было и вот опять картинка выглядит неплохо давайте посмотрим как стал с ней выглядеть наш экран для этого я могу воспользоваться просто зумом могу отзумить двумя пальцами как я сейчас делаю есть пара шаркатов в фигме которые немножко упрощают жизнь первый шорткат это shift 1 он показывает фит по всем объектам которые у вас находятся в рабочей области но мне хочется посмотреть на вот этот экран я нажимаю shift 2 он фокусирует и помещает точь в точь объект который вы выделили по по ширине или по высоте экрана в зависимости от пропорции объекта я посмотрел на экран немножко отзумился вроде ок не хватает еще одной важной штуки про которую стоит помнить ну такого дизайна с более-менее реальными данными круто если у вас в прототипе приложения уже это есть что если я хочу посмотреть прям в дизайне в нулевом как будут выглядеть аватарки пользователей я могу конечно у себя из каких-то готовых наборов скопировать яйца пользователей я хочу показать вам еще один плагин он так и называется очень просто аватарс вы кликаете название этого плагина в меню вот здесь и вам больше ничего не нужно делать может быть кликнуть еще пару раз чтобы совпало например пол тестового пользователя мне везет сегодня мне попалась картинка какого-то мужика из интернета кажется с верхней частью экрана все я в самом конце если будет время добавлю сюда еще статус бар но пока не буду фокусироваться на этом я хочу поработать с несколькими группами объектов у нас в референсном экране вот здесь есть такие разделы как команда и проекты этой команды у нас есть руководитель этой команды есть его подчиненные есть проекты что бы я сделал я бы продублировал себе вот этот объект вот эту группу которую мы только что создали просто сделал ее чуть-чуть меньше я могу выбрать группу один раз кликнув либо по названию в списке слоев ну либо прокликов аккуратно до нее до нужной группы через все там какие-то пересекающиеся объекты я выделяю группу я нажимаю alt и я просто перетаскиваю ее пониже меня вполне будет устраивать и подложка и аватар пусть это будет наша постоянная рыба до конца упражнения я хочу немножко кастомизировать вот эту группу вот эту карточку я хочу добавить пару деталей давайте во-первых мы подвинем тексты повыше пока у нас одинаково геометрически выглядят группы я выделил два объекта в совершенно разных группах разных лежащих на разных уровнях я просто подвинул их на одинаковое количество пикселей стало чуть-чуть получше мне больше нравится что я хочу сделать дальше я хочу изменить размер всей группы и я хочу добавить группе вот этой карточке нижней прикольные скругления IOS как изменить размер можно конечно поступить очень прямым способом можно выбирать последовательно все объекты внутри группы как я показывал с зажатым шифтом с сохранением пропорции пытаться подобрать нужный размер вы можете проделать это упражнение сами и посмотреть сколько времени у вас на это уйдет это вполне валидный способ но есть еще и второй способ я попробую его показать если вы будете использовать другой инструмент который так и называется resize я использую постоянно шорткат он называется scale не resize а scale вот здесь и шорткат для него это key английская key у вас поменять давай меняйся у вас должен поменяться курсор выше нет вот сейчас он поменялся получилась такая двойная стрелочка и зажатым не зажатым с выбранным инструментом scale я могу сохраняя пропорции изменить размер всей группы то есть не только отдельно не только отдельного объекта какого-то но вообще всех объектов внутри этой группы меня тоже вполне устраивает размер я не буду подбирать до грамма вот здесь размер я пожалуй закончу с размером и добьюсь хорошего скругления моей группы картинки которые мы вставили они работают как любые другие геометрические объекты у них можно настраивать позиционирование скругление можно добавлять дополнительные заливки мне сейчас она не пригодится поверх или под картинку я хочу сфокусироваться только на скруглении предположим я выберу здесь 40 в панели которая отвечает за позиционирование здесь есть поворот и скругление правее 40 пикселей ну выглядит вполне дружелюбно хотя не очень бьется с остальным дизайном пока но зато отвечает моим требованиям по референсу большинство из вас я подозреваю iOS разработчики поэтому знаете про то что Apple использует ну скажем не механические скругления в своих интерфейсах в первую очередь в иконах приложений Figma тоже знает об этом если вы нажмете вот сюда в control который отвечает за независимое скругление здесь вы можете установить любое скругление независимо для разных углов они идут левый верхний правый верхний правый нижний левый нижний вот так вы сможете добиться каких-то своих дизайнерских целей тонкостей но меня сейчас интересует вот эта настройка corner smoothing здесь здесь есть риска ios я подгоню контрол к этой риске вот теперь углы стали чуть более ios это может быть незаметно первого взгляда но если у вас высокие эстетические требования вы можете с этим вполне работать дальше как мы уже умеем мы можем продублировать карточку пользователя и утащить ее на границу экрана внимание что если вы сильно утащите границу экрана она выпадет из родительского контейнера который называется example мяса ее можно втащить обратно также попытаться но это не всегда работает вот у меня сейчас сработало если это у вас не срабатывает вы вернем предыдущее состояние вы можете вытащить объект и не смочь затащить его обратно вы вырезаете этот объект command x как почти везде ну или копируете там как вам кажется удобно кликаете на название родительского контейнера родительского фрейма и вставляете этот объект объект вставится наверх среди дочерних объектов родительского фрейма теперь вы его снова можете попытаться вытащить втащить обратно ну и так далее можете во избежание всего этого воспользоваться клавишами влево вправо здесь также есть опции разные можно выровнять объекты как мы умеем например по верхнему краю сейчас они не выровнены можно сделать чуть интереснее быстро расскажу про такую штуку в фигме которая называется автолейаут автолейаут если вы работали с веб версткой когда-нибудь веб интерфейсами это фича очень похожая на flexbox как это работает вы выбираете несколько объектов в данном случае галерею наших карточек и нажимаете shift a ну или можете соответственно выбрать вот здесь в меню по правой кнопке можете выбрать add автолейаут то же самое произойдет они автоматически некоторым образом выровняются и проверить это выравнивание можно выбрав получившийся получившийся фрейм получившуюся вот такую специфическую группу и обратив внимание вправо на раздел автолейаут здесь можно настроить последовательность дочерних элементов в автолейауте у меня по умолчанию фигма достаточно умная она поняла что они расположены горизонтально друг за другом можно выбрать вертикальный автолейаут и тогда карточки будут размещаться друг над другом по вертикали я оставлю таби для разнообразия что еще здесь есть интересного я не буду останавливаться на настройках ресайза с этим вы можете поиграть попозже сами здесь есть внешние отступы например 10 пикселей они появились но они пока никак не подсвечены я уберу их и покажу на более иллюстративном примере в таких последовательностях в таких группах когда вы имеете дело с несколькими карточками прикольно работать с отступами между дочерними элементами настроить его вручную как вам это кажется нужным например 24 пикселя и здесь прям с точностью до пикселя автолейаут помогает вам выстроить нужные отступы внутри дочерних элементов что еще здесь можно сделать наверное кажется что у нас получилась нормальная вариация здесь можно добавить какой-то какой-то вот такой наверное заголовок пусть по иерархии он будет совпадать с заголовком точнее с именем нашего главного архитектора главного аниматора кто у нас по сюжету можно выровнять карточки по левому краю и сделать их по ширине более подходящими под ваши эстетические предпочтения я предлагаю вам сейчас тем кто повторяет за мной попробовать это сделать сами я не буду сейчас это делать есть еще интересная штука предпоследняя наверное про которую я хочу сейчас рассказать advanced такая вот работа с color picker вы видите что сейчас получился очень бьющий по глазам очень акцентный избыточно акцентный фон для основного контента давайте попробуем от него избавиться и сделать его вот таким как на фотографии чтобы он плавно как-то переходил чтобы фотография и контент плавно переходили друг в другу чтобы их подложки совпадали очень сложно подобрать подходящий фон просто на глаз вы можете конечно выбрать фрейм родительский кликнуть в наш color picker знакомый и попробовать вот здесь вот что-то вот такое подвигать по серой шкале solid color но я предлагаю вам использовать более продвинутый вариант пипетку инструмент пипетки вы можете выбрать либо в тулбаре его либо нажать control и пи когда вы стоите на каком-то залитом объекте выбирается еще раз попробуем да вот появилась пипетка и сейчас мы просто пикнем цвет из фотографии сейчас стало значительно лучше здесь можно подумать про какие-то другие фотографии чтобы ваши карточки чтобы ваши карточки выделялись на фоне и можно наверное добавить какой-то фон для карточек плагин немножко подумает тоже неплохо вполне себе получается плагин немножко подумает мы вернемся к карточкам и добавим им добавим им небольшую тень тень можно задать в разделе эффекты там есть разные типы теней есть внутренняя тень внешняя тень вы также поэкспериментируйте с этим я призываю вас пока добавить по умолчанию внешнюю тень вот это свойство будет называться drop shadow тоже очень очень по-вебовски здесь можно настроить разные отступы геометрические смещения можно настроить блюр тени ну и размытие тени наконец в фигме тоже появилось и самое главное о чем мы говорили в нашей презентации это цвет тени цвет такого маленького часто малозаметного элемента тоже играет важную роль часто в дизайне давайте попробуем сделать какие-нибудь избыточно большие тени 24 24 вот так и немножко ее подкрасить как рекомендовал Денис я выберу наверное вот какой-то может быть оранжевый чуть-чуть тень оранжевый извините цвет для колорирования такое редко встречается кажется в окружающем мире тени обычно холоднее ну вот попробуем ради интереса получилось неплохо и последняя штука про которую я расскажу и после которой мы сделаем небольшую паузу и посмотрим на ваши вопросы я уверен они накопились это копирование стиля копирование стиля работает вот как вы можете выбрать я хочу повторить тень для нижней карточки я хочу скопировать стиль из карточки сверху я выбираю нужную подложку потому что я выбираю извините нужную нужную группу я нажимаю alt command c и пробую вставить свойства вставляю эту тень просто на группу под это комбинация клавиш она также работает из дропдаун меню копия копия properties вот она и paste properties очень сильно помогает сэкономить время когда у вас есть много однородных объектов и часть свойств вы просто хотите копировать между этими объектами сегодня сейчас в основной части мы не будем говорить вообще ничего про сложные геометрические объединения шейпов не будем говорить почти ничего про повторяемые объекты в фильме но они тоже есть вот они называются компоненты как и в коде мы поговорим об этом на посттоке я хочу закончить со своим экраном я не делал специальную ширину никакую дополнительную я хочу закончить с экраном забирая из заготовки вы можете видеть отдельную страницу заготовки с iOS 14 статус бар и наверное еще home button я сейчас поищу статус бар был где-то держим вот здесь я выберу черный пожалуй из всяких дополнительных состояний скопирую его и перейду в воркшоп я могу быстро перемещаться между пайджами за спойлер за спойлер вам немножко задания между пайджами зажав function и вверх или вниз так вы сможете быстро перемещаться между страницами в документе вставим вот сюда статус бар немножечко его спозиционируем вручную и наверное ну что еще вставим home home button я заберу его вот отсюда скрылся где-то под остальными объектами вот он обратите внимание пожалуйста он сохранил свое позиционирование когда мы скопировали его из другого фрейма из другого объекта который поддерживает который поддерживает прилипание и позиционирование дочерних объектов я готов выслушать ваши вопросы давайте посмотрим на два экрана ну вполне себе я считаю получилось поставим их рядом получилось неплохо для начала мы не фокусировались подчеркну сознательно на каких-то iOS мобильных паттернах мы просто попытались собрать неплохую его композицию здесь можно конечно дополнительно поговорить о том чтобы добавить тексту контраста за счет какой-то подложки за счет засветления или затемнения картинки на фоне здесь можно поговорить о разных тонкостях про то как сделать переход от картинки к общему фону менее заметно ну и конечно же поменять вот этот заголовок на какой-то более подходящий но я предлагаю нам всем подумать пообсуждать это уже в части с воркшопом если у Жени или у Дениса нет дополнений то мы можем перейти к воркшопной части где вы будете работать сами и мы будем отвечать на ваши вопросы запутанно сказал я бы наверное все-таки хотя у нас уже время кончается но вот у нас есть несколько вопросов открытых я предлагаю на них все-таки ответить и потом уже переходить к воркшопной части ну и постолку совместительства так открытые вопросы в Q&A посмотрим что спрашивают ребята давайте начнем сверху Андрею я пообещал ответить про студии пришлю список я думаю в чатик спикер Катин Сережа спрашивает как показано приложение презентации презентации как правильно работать с этим кейсом надо показывать это на всех экранах а у меня уже 20 разных разрешений для всех телефонов iOS и планшетов поделись хорошими практиками Денис ты поставил лайк вопрос вот насколько я понял это про кусок из приложения тайм на ios в разделе будильника я кстати не знаю как это надо делать мне кажется там не растровая картинка мне кажется там какой-то пэф вот с чередованием мне кажется они как так сделали хрен его знает на самом деле но в целом если вы делаете какой-то подпроджект и у вас нет идеи как это делать то конечно такое не надо делать если вы работаете в Apple вы можете потратить на это несколько месяцев красноглазый гений который знает все возможные пути как это реализовывается в общем вы не так спасибо я тут начал в фигме потихонечку отвечать на вопрос Алексея как понять что макет готов можно идти к потенциальному инвестору Денис потом добавит а я вот попробовал показать ну мне кажется что он уже готов мы говорили про то что нужно взять и запилить какую-то штуку и это справедливо и для запилить в коде и для запилить в фигме вполне вы можете накидать какой-то прототип в той же фигме примерить его на реальное устройство как это сейчас начал делать я и вполне идти с этим точнее с этим как с частью питча как с частью презентации к потенциальному инвестору я слышал очень старую дизайнерскую байку про то что ребята из очень известного старого агентства фэнтези много лет назад они летали вот на такие питчи на презентации клиентам с прототипами собранными в киноте ну то есть они прям не пользовались никакими дополнительными инструментами я не знаю насколько успешно они это делали но судя по всему довольно успешно кажется что единственный критерий это насколько внятно и насколько связана описана ваша идея и насколько вам самому нравится то что получилось в рамках дизайна базового или прототипа вот Денис если хочешь что-нибудь добавить нет но вот я бы на следующий добавил ответ а на следующий это какой я звучу пожалуйста Casper New часто бывает что цвета из фигмы hex в код вставляю из цвета из фигмы получаю значительно более блеклые цвета в чем дело как этого избежать человеки скорее всего у вас в фигме на ваших божественных новеньких макбуках используется дисплей P3 цветовое пространство и дизайнер работает в нем и вы пока смотрите на фигму вы наслаждаетесь классными цветами но либо две проблемы здесь есть когда вы экспортируете картинку из фигмы она принудительно в sRGB сохраняется при цветовом пространстве хоть решение через дизайнера там например сохранять эту картинку открывать ее в превью осайнить там профиль дисплей P3 вот а в коде нужно иметь на это поддержку то есть я тут как бы подробно не могу рассказать но я мы испытали эти проблемы в нашей компании и нужно поизучать как работать с цветовыми пространствами грубо говоря ты можешь явно задать как интерпретировать все хексы или rgba коды как sRGB коды или как дисплей P3 вот если будешь интерпретировать как дисплей P3 тогда он будет делать сочные цвета вот такой маленький спасибо так я надеюсь Денис и я сам ответили на вопросы вот вас Нев спрашивает был ли опыт автоматизации да ему предлагают сразу repo на гитхабе наверняка есть такие плагины вот изучите эту штуку честно признаюсь я не автоматизировал это Денис может что-то добавит хочешь сейчас добавить или потом нет нет это ничего окей можем поговорить об этом в тексте на постоке или в чатике кстати хорошая хорошая штука я бы сам с удовольствием посмотрел какие-то такие плагины для фигмы есть любопытный плагин которым я пользуюсь ImageOptim вот он позволяет выгружаемое растровое изображение и даже svg и pdf оптимизировать по весу полезная практика хорошая очень такая наверное больше вебовская типа думать о том как долго загружаются картинки уверен что в мобильных что-то подобное тоже практикуется но это так к слову должны ли дизайнеры отвечать только за статичный дизайн спрашивает Георгий нет не должны вообще как часто говорят никто никому ничего не должен дизайнеры должны донести свою идею до стейкхолдера команды возвращаясь к вопросу про понимание готовы ли вы показывать свой дизайн типа показывайте как можно чаще чем чаще будете показывать тем больше фидбэка получите тем больше улучшений скорее всего сможете принести в свой дизайн фигма умеет в прототипирование прототипирование сейчас мы бы не успели но я готов с удовольствием показать какой-нибудь простой очень вырожденный прототип на посттоке если вы готовы пооставаться чуть-чуть кстати дополнил бы здесь давай статичный дизайн знаете тут зависит интересно подлогопные вопросы узнать вообще почему зависит от цели вашей и самого дизайнера если ваша личная цель гордиться приложением которое вы делаете а например компания в которой вы работаете такой дизайнер слабенький он там не может аниматься он может только в картинке ну вам придется затаскивать это на свои плечи то есть выслушать его что он там хочет и пытаться за него додумать что же там анимацию хочет или интерактив какой-то жест вот либо дизайнер крутой тогда он будет вас грузить всеми вот этими требованиями вы там с ними будете переговариваться если цель у вас не гордиться приложением делать что-то суперкрутое а закрывать тикеты то тут уже придет закрывать тикеты какой бы там ни был дизайн так супер стоит пустой экран ну да да чем чем больше ты продумаешь тем лучше да но всегда дизайнер постоянно просирается он часто забывает про все это но не потому что он такой ленивый и вас ненавидит а просто он он думает немножко про другое он про что-то забудет он не подумает про какой-то стоит он дизайн какой-то экран уже три дня и он выпал из головы что здесь какое-то клиент сервис взаимодействие есть и может не быть сети например надо продумать кейс что будет если нет сети или он уже забыл что существует айфон он уже заиграл со своей лояут который может жить только на большом вытянутом айфоне просто напомните ему чувак а что здесь происходит сразу у него повышается пульс галерная боль стресс ну пусть доделает ну либо вы можете предложить кровь из носа так наверняка в постоке будет так Женя спрашивает что-то полезное можно сделать отдельную запись или не останавливать эту это наверное больше вопрос к нашему Жене я не знаю как лучше сделать вот как скажешь так и сделаем будем считать я могу отдельную запись запустить хорошо давайте да давайте отдельную запись чтобы не смешивать надеюсь так будет тоже удобно вот еще тот же пользователь наверное Василий не знаю насколько в приложении нужны кастомные анимации транзишны или лучше использовать все из коробки как как пользователь дизайнерских приложений я могу сказать что они полезны если прям у вас нет никакого ресурса можно это припарковать наверное в гараж Денис наверняка что-нибудь запомнил у меня вот такой ответ это у меня ответ точно такой же как стоит ли использовать кастомные компоненты или можно обойтись стоковыми в случае если вы знаете зачем вам кастомный и вы уверены что блин мне вот сейчас лучше так это будет классно это будет круто я вот попробовал собрал и классно используйте кастом ну и если у вас есть на это силы если не знаете как лучше не уверены и там только начинайте проект лучше из коробки брать и нормально так пам-пам что так постоянно меняются вопросы что у нас должно происходить с тенями при переходе на темную тему есть же по-моему прям инструкция как как работать с цветами при инвертировании вот у того же tla в UI-кете который мы на который мы сейчас смотрим там этого нет не описано но это по-моему было у тебя Денис в твоих экранах можешь рассказать я не очень помню но я знаю как бы разные подходы есть я насколько я знаю у гугла например в их материал дизайне они говорят просто инвертируем пацаны можно использовать светлые тени аля такие были темные градиенты стали белые это ужасно и как бы я против вообще такого потому что это против всей физики как правило в темных темах тени перестают вообще играть роль они во-первых перестают быть видны а во-вторых их можно и просто отключить и можно ничего с ним не делать в темной теме показывать вот эту слоенность и уровни объектов нужно через оттенок серого чем ближе он к пользователю тем более это светлый серый и кстати это подход и план они об этом говорят и собственно в своем кейноуте когда они показывали iOS 13 с темной темой они про это сказали ну вот мы избрали такой подход мы просто делаем осветляем то что было темное на переднем плане тени получается что не видны даже ну и пофиг с ними так любопытно то есть я бы рекомендовал поэкспериментировать никому на слово тем более Apple с Google не верить и прям мы умеем уже с калфикером работать попробовать самому подумать как лучше выглядят тени на разных подложках в темной и светлой теме вот типа fail fail fast вот это все пробуешь ошибаешься подстраиваешь немножечко свойства соответствующие видишь как все улучшается так кастом транзишен мы охватили в каком разрешении лучше всего делать макет ну в ближайшем к реальному продакшену самый наверное короткий ответ зависит от ваших целей если вы хотите отдавать макет разработчику причем на самом деле не так важно веб или это мобилы лучше сделать максимально близко к финальному медиуму к финальному самому часто используемому разрешению на вебе или по статистике самому частному устройству используемому вашей пользовательской базы наверное так Леша спрашивает скетч больше никто не использует здесь должен быть грустный эмодзи или грустный смайлик ну используют но в командах где требуется быстрота взаимодействия в командах где привыкли думать об экономии стремятся переходить на фигму последние мне кажется два года точно все у нас был интересный опыт переезда на скетч на фигму вовит могу сказать что с точки зрения и дизайнеров и бизнеса это большой такой скачок потому что со скетчем когда у вас в команде несколько дизайнеров есть продукты разработчики которым дизайн показывать вам требуется еще некая система приложений вокруг скетча возможно абстракт чтобы версионировать дизайн возможно если дизайн команда большая возможно отдельно там google drive в какое-нибудь облачное хранилище чтобы это все хранить возможно какая-то штука типа simply цеплена или авокода в simply я успел сам поработать для того чтобы отдавать эти дизайны продуктам и разработчикам если не хотите платить за абстракт просто чтобы они смотрели на эти дизайны и родлайнили их то есть возникает сразу 4-5 приложений дополнительных соответственно 4-5 дополнительных лицензий дополнительных денег которые вы платите каждый месяц Figma позволяет заменить вот эти 5 приложений на по сути всего одно приложение с надстройками в виде нескольких плагинов надеюсь я ответил на вопрос Леши надеюсь мы успели ответить на все вопросы кроме тех которые отложились до лучших времен в тексте про список дизайнеров и про список студий если я ничего не путаю давайте у нас сейчас неформальная часть Жень ты можешь я думаю сейчас запустить отдельную запись сначала мне нужно так что сделать сначала бы я хотел поблагодарить вас за такое крутое выступление за воркшопы за ответы вернее за теорию советы которые можно было применять докладом вот потом я бы хотел напомнить что может быть если кто забыл то на постолке все-таки вам сейчас предложат еще воркшоп часть так скажем челлендж задизайнить какой-нибудь экран вот ребята там как и обещали приложат потом списки список студий список дизайнеров ну вот здесь я сейчас остановлю запись и потом посмотрю как же можно будет ее возобновить заново ну вот вот